У Самарской детской больницы на проспекте Карла Маркса поток пешеходов. Здесь ходят мамы с колясками, дети, а также пенсионеры, которые направляются к клиникам Самарского медуниверситета. Качественный тротуар в этом месте необходим, поэтому рабочие приступили к ремонту пешеходной зоны. Работы стартовали на дополнительно выделенные средства по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Специалисты уже провели демонтаж покрытия и приступили к основанию, меняют щебень. Посетители больницы изменения заметили. Они высокие, здесь и грязи не будет, и вода будет в сторону ходить. Хорошо высоко делали, прекрасно. Неудобно было ходить. Сейчас намного лучше, удобнее, намного лучше. Следующий этап ремонта – укладка высокопрочного асфальтобетона. Напомним, что в Самаре на дополнительные средства этой осенью приведут в порядок пешеходные зоны на 48 объектах. В настоящий момент продолжается работа на 23 объектах. Они у нас разной степени готовности от 30 до 70%. При формировании дополнительного перечня выбирали тротуары, которые ведут к социальным учреждениям – медицинским и, по большей части, к образовательным. Сроки на выполнение работ сжатые. Закончить обновление тротуаров нужно до середины октября. По мере необходимости завершения подготовительных мероприятий специалисты будут трудиться в три смены. Две из них дневные, а одна – ночная. То есть максимально использовать световой день, максимально использовать вопросы ночи, когда у нас с учетом соблюдения закона о тишине, работать все равно можно. Укладывать асфальт тоже ночью можно. Представители профильного департамента просят жителей отнестись с пониманием к ночным работам. Постараемся в ночное время шуметь по минимуму и работать только по укладке асфальта, бетонного покрытия, потому что мы понимаем, что при демонтаже асфальта, бетонного покрытия шума точно не избежать крупного. Поэтому такие работы производим днем. И вывоз мусора тоже производим днем, потому что это тоже наиболее шумная работа. В целях повышения эффективности контроля за производственным циклом промежуточные результаты ремонтов оценивают в ходе выездных проверок в дневное и ночное время, обсуждают на еженедельных общегородских совещаниях. Кроме того, на регулярной основе представители дорожно-строительных организаций отдельно приглашают в профильное управление департамента, чтобы возникающие вопросы решались без промедления. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События.